Бросить детей по молодости лет, бросить все, а мы по выходным часто очень ездили, мы много ездили. И бросить все дома, и объяснять, кто мужу, кто жене, почему ты уезжаешь, необъяснимо. Это нельзя было объяснить. То есть это наш крик души. Но то, что мы так долго просуществовали, и существовать, может быть, будем, все равно это в память о Владимире Андреевиче. Мы заговорили о том, куда мы ездим. Если посмотреть на вот этот стенд, посмотрите, сколько граммов, сколько всего. Мы очень много ездили. У нас был свой автобус, который мог нас отвезти в любое время на концерт, где мы только не были, и в войске в частях пели. Одну фестиваль не расскажу. Приехали мы к солдатикам, приехать к 20-летним, может быть, с нашей программы, которую он нам давал. То есть песни мы пели, все классические. Но уезжали мы уже, они улыбались нам и говорили, приезжайте к нам еще. Когда было в Рузе праздник песни ежегодный, то сначала там была конкурсная программа. То есть мы должны занимать места. И когда мы энное количество лет, даже не знаю называть, мы занимали все время среди хоров первое место, в последние годы они сделали просто смотр песни и отмечали всех. Потому что невозможно было, когда хор в Подмосковье, выходим, и мы занимаем опять первое место. С ним легко было, но и трудно. Характер очень сложный. Как начнет ворчать, кто там ему не так, не так. Но мы, правда, к нему нашли в шансы и никогда не обижался. Только раз, хватит, все. Начинаем играть и понеслось. Поэтому в память об этом человеке, это мы вам очень даже благодарны, что вы делаете этот фильм и память о нем. И я думаю, что мы обязались, когда он еще был, что мы будем петь еще до 100 лет. Ой, ой. И помнить о нем. Ой, туманы мои, рост туманы, Ой, родные леса и луга. Ну, 16 лет назад я сюда пришла. Калексик меня принял очень хорошо. Вот я до этого знала его, как музыканта сильного. Как человека очень положительного. Никогда не кричит. Всегда все спокойно. Музыка либо меня очень затрагивала. Я не могла слушать без слез. Играл всегда с душой. И именно то, что нравилось мне. Мы понимали по условию друг друга. Он не предлагал мне петь то, что мне не подойдет. Всегда, действительно, с душой. Всегда даже поинтересуется твоей жизнью. Как-то подходил он так, именно как друг. Понимал тебя, понимал коллектив. Всегда это было с душой. Хоть песни брал, действительно. Он не просто брал песню, которая ему нравится. Он всегда святый с нами. Прежде проиграет. Как? Вы считаете. Нравится. Разучно. И действительно, песня прям как по нотам у нас шла. Мы шли, действительно, сюда, как на праздник. Уходили вдохновленными, окрыленными. И чтобы не пойти на выступление какое-то, я не могла. Как я могла его подвести? Бывает, что идешь, и даже голова болит, температура. А все равно идешь. Все равно идешь. Надо. Как же я могу подвести руководителя такого? Да еще и коллектив. Уже обязывал тебя этот человек, что как-то прилипло душой, действительно, и к коллективу, и к нему. О нем только хорошее можно вспомнить. Только хорошее. И как человек, и как музыкант сильный. Душа человека. У меня других слов нет. Ты, ой, родная, здоровая моя. Ты, ой, туманы мои, растуманы. Ой, родная, здоровая моя. Я попал тогда, когда уже хор был, можно сказать, в расцвете. Было много женщин, мужчин. Женщины в основном все были из конторы. И до мужчин, кстати говоря. А я чернорабочий. Мне один работяк сказал. Вась, ты знаешь, у нас такой хор, хороший есть человек. Может быть, какой-то хор. И он мне повел в этот хор, когда в туалене репетировали. Я послушал, я действительно хор прекрасный. В том числе и женщины прекрасные. Я, значит, даже пока не отрепетирую. Ну, и оказал свои возможности. Он спросил меня, Вась, и что можешь? Я сначала учился, что бы украинской народной песни взял бы я банду. Но я спел, ведь мне понравилось. Вот, и так я начал ходить в этот двор. До сих пор хожу в продвижение. Субтитры создавал DimaTorzok Именно филигранная точка всех партий. Первый, второй, третий, четвертый день и тенера. А тенера у нас потом не стало. Крепосу. И все тенера у нас померяли в основном. Остались мы вот с Володей Штрафовым вдвоем. Вот, конечно, я с ним очень сдружил с Андреевичем. Он мне как брат был. Как мы нашли друг друга. Я хоть и малограмм, темпоны, все времена, мне ничего не заканчивал. Ну, он видел, ну, наверное, может, какой-то пройденный талант. Начал вступление играть. Уже в тебе уже начинал трепетать что-то. Вступление. Понимаете? Вот. Вступление. И в то же время у меня настроение такое, что не хочется петь. Расскажите по поводу песни. Ты же выжил, солдат. Я его немножко знал. Ну, мы с ним подработали, с ним, конечно, он баянист. Великолепно, вступление такое играло. Конечно. Ну, начали мы с ним песня солдат. Долго у нас сегодня было таким, можно сказать, шлягером на вот таких военных мероприятиях, скажем, День Победы, другие какие-то, День Советской Альмии. День Советской Альмии. На воры, милая, на воры, милая, на воры, йо-хо-хо, моя чернобылая, на воры, милая, на воры, йо-хо-хо. Девчонка, старалась красиво одеться. И вот петь, ну, партия, действительно, где чуть-чуть соврешь, и он говорит, врете. Вот, ну, я не знаю. Ну, однако, стал солисткой? Ну, не знаю, может, и... А он как-то по одному времени и говорит, кто вореники? Вот, был на Украине, вот, слыхал вореники. Ой, да, Андреечка, говорит, что там особенно, в вореники есть вореники. И вот с тех пор меня ворениками зовут. Дорогие друзья, мы дарим вам песню. Вот, я пришла в 2000-м году, вот сейчас я говорю, я, оказывается, уже 10 лет здесь. И когда я послушала, у меня, я вообще раньше живого такого не слышала. Потому что там, где я жила, этого не было, только телевизор. Мне всегда казалось, что в хоре должны петь сильным голосом. Пела, ну, как обычно, хотелось стараться лучше, ну, запоминать и партии, и все. Но тут вдруг Андреевич мне говорит, давай, будешь вести концерт. У меня вообще мандраж по коже, думаю, как вот, ну, все-таки это такая ответственность. Это, в общем-то, речь должна быть, ну, поставлена, наверное. Я, у меня такого не было. Он говорит, ничего, не бойся, давай попробуем. Первое время, конечно, он очень поддержал меня в этом плане. Он и рассказывал, как что делать, как это вести, вот, все. Вот. Вот это мне помогло и потом. Вот уже потом, когда последние вот концерты проходили, вот мне казалось, что все это так, как и должно быть. И вот я узнала очень много ребят, все, я их называю ребятами, потому что почти все ровесники, вот, кто-то старше, кто-то младше. Но я почувствовала, как к себе, вот, и внимание, и уважение, и то, что я нужна в хоре, вот. А о нем только светлая память.